Здравствуйте, с вами мой влог. Ничего святого, с Сергеем Подярковым тот художник, который может увидеть каждого. Сейчас мы вернёмся к нашим винторогим слугонародным зелёным баранам, которые уже вовсю пошли дорогой лукашенкизации Украины. Надо провести одну параллель, она будет очень важна дальше, поскольку они во всём копируют Лукашенко и его диктаторский режим. То прямо сейчас, летом, пока каникулы начали исчезать из школьной программы в Беларуси, некоторые знаковые авторы. Ну, конечно, первую оттуда убрали белорусскую писательницу Алексеевич, единственного Нобелевского лауреата, кстати, by the way. И начали исчезать вообще авторы, знаковые для режима Беларуси. Конечно, стали переводить во внеклассное чтение, допустим, того же Солженицына, правильно? Стал куда-то исчезать Набоков. Во внешкольное чтение от греха подальше убрали Варлама Шаламова. Ну, вообще-то, поскольку Лукашенко начал массовое строительство концлагерей в своей стране, куда пачками бросают и собираются ещё больше брошать недовольных, действительно, в школьной программе узники лагерей Шаламов и Солженицын смотрятся несколько странно. Как говорят, не в масть и заходят не в то горло. Поскольку сейчас мы видим, что абсолютная диктатура монобольшинства не ограниченная ничем. То есть это, так сказать, политическая моносила, которая уже имеет права монархии. Зеленский контролирует всё. Нет ни одной структуры, ни одного государственного органа, никого, кто может остановить преступление, любое преступление, которое придёт в голову совершить Зеленскому. Мы живём в стране, где если Зеленский прямо сейчас любой тяжести преступление совершит, никто, ни один государственный орган не сможет как бы объективно это расследовать. Он назначил всех. Он лично назначил всех министров, премьеров, губернаторов. У него под контролем всё. И почему так важна вот эта параллель? Потому что у нас люди немножко забыли, что в лыке крадивництво Зеленского имеет как бы свои корни. Когда я сегодня проезжал по парковой аллее в Киеве, там строится мемориал памяти Голодомора. Это именно того Голодомора, насчёт которого Зеленский говорил сеньор Голодомор. Смотрите, сегодня Зеленский пиарится на монументе, который памяти погибших жертв Голодомора. Пиарится тот человек, который над Голодомором публично издевался. Но главное, лукашенковская подлость Зеленского в том, что вот это великое будивництво Зеленского написано на памятнике, который на 80% был построен усилиями Гройсмана при Порошенко. То есть это всё строил Гройсман во время Порошенко. И сегодня без зазрения совести эти наглые зелёные морды вот такими буквами на том, что построили на 80% не они, написали, что это исключительно их заслуга. Ребят, но мы же понимаем, что если их не остановить и не противодействовать, то у нас тоже начнут исчезать неугодные Зеленскому авторы, в том числе те, которые делают на него пародии или пишут стримы в кафе. Смотрите, важный момент. Чёткая лукашенкизация происходит на всех официальных фотографиях, на всех официальных ресурсах в интернете вы не найдёте рядом с Зеленским на всех официальных фотографиях ни одной фотографии Разумкова. Я не большой фанат Разумкова. Но согласитесь, где-то же перекликается. Если Лукашенко дал команду убрать из школьной программы Алексеевич, несмотря на то, что она единственный лауреат Нобелевский в Беларуси за всю историю, это гордость страны, как её можно убрать из школьной программы? Смотрите, президент позволяет себе дать команду убрать, вычистить откуда только можно из всех государственных ресурсов, которые содержатся за наш с вами счёт, неугодного ему персонажа. Это и есть узурпация власти. Этот охреневший хрипавый сморчок чувствует себя королём, вседозволенность накрыла его и всю его команду. Он позволяет себе делать то, что он хочет. И он думает, что мы будем хавать это бесконечно. Вот вы вдумайтесь, что вообще происходит, как? Как это можно вообще разрешить? Теперь смотрите. Я очень чётко вижу, что, конечно, прекрасно, что не работают медведчуковские каналы. Это радует. Меня не радует то, что, возможно, медведчуку будут платить компенсацию из государственного бюджета, потому что всё это сделано законодательно через задницу. Вы знаете, Насиров, кстати, в суде, в общем-то, потерпевший от действий государства, он признан жертвой, а не преступником. Теперь, извините, то же самое они собираются делать с медведчуком. То есть законодательно это оформлено так, что медведчука даже суд по правам человека признает потерпевшим. Кстати, обратите внимание, что медведчук, который обвиняется, причём по делу в госозмене, сидит у себя в роскошном особняке. Ему возят из лучших ресторанов города. И не только, ему привозят из-за границы продукты самолётами, чтобы он свеженькое кушал. Он не заплатил ни копейки вообще, никакого залога ему не дали. А ветераны нацкорпуса, ветераны Азова, которых обвиняют, они сидят сейчас в СИЗО. Вы понимаете, что правосудие должно быть для всех одинаковым. И за чьё совершил преступление, он должен отвечать. Но обратите внимание, что медведчук сидит на курорте собственной виллы, а наши защитники сидят в тюрьме. Медведчуку даже не предполагали никакой заставы. Здесь не дали возможность никому их взять на пруги. Собственно говоря, куда они денутся, если ну вот они. Они принципиально не будут никуда убегать. Это дело принципа для нацкорпуса. Никогда они не будут бегать от власти, от этой власти. От этой зеленомордой власти хрипатых сморчков ребятам бегать просто западло. Но медведчук наслаждается жизнью, а ветераны сидят в тюрьме. Ну и хочу закончить блог двумя грустными событиями. Из жизни ушел Евгений Марчук. Человек, который сделал для Украины очень многое. Он сумел из человека, сделавшего виртуозную, феерическую карьеру в КГБ, превратиться в государственного украинского деятеля. У него получилось. Он никогда не продавал Украину. Он всегда боролся за то, чтобы наша страна была независимой и уважаемой в мире. Он сделал очень много для Украины. Светлая ему память. И еще бы я хотел вспомнить, конечно, то, что умер Саша Ройтбурд. Я очень давно знал Сашу, бывал у него в гостях. Я уважаю его за его великодушие, за его мудрость. Он был великим художником. Это можно сказать теперь, потому что великий художник, к сожалению, это посмертное звание. Это звание, которое после смерти по праву принадлежит Саше. И великим он был при жизни. Я могу сказать, что его потрясающее, феерическое, искрометное чувство юмора было лучшим свидетельством его интеллекта. Он был интеллектуалом. А чувство юмора – это всегда признак ума, большого ума, большого таланта. От нас ушел всемирно известный одессит Саша Ройтбурд. Вечная ему память. И действительно таких людей у нас очень мало. Я очень многим ему обязан лично сам. Я понимаю, что такого второго директора музея в Одессе найти будет невозможно. И мы все вместе сегодня скорбим об великом ушедшем сыне Украины, великом одессите Саша Ройтбурд.